Приветствую вас на канале DarkSuns. И сегодня нас ждет битва 2 на 2. Сегодня сразятся два брата, Дрим и Найтмер. А против них выступят сансы, которые даже не встречались. Инк и Эрор. Место битвы, пустота. Версии мультсериал Анда Верса. Бой без подготовки. Давайте разберем каждую из команд. Что ж, плюсом Найтмера является его довольно неплохая защита. Кисть, которую он использовал для защиты, налегке смогла сдержать выстрел гастер-бластера сразу нескольких сансов. То есть он будет принимать роль неплохой защиты. В то же время Дрим имеет неплохую атаку в виде лука. Он может атаковать огромной кучей стрел. То есть Найт будет выполнять роль защиты. А Дрим роль атаки. Что до инка Эрора. То тут уже Эрор будет выполнять роль атаки. В его распоряжении есть кости, гастер-бластеры, телекинез и конечно же нити. Им же с помощью кисточки он способен создавать стены. То есть он превращается в Трампа. В общем Эрор на атаке. А Инк на защите. Битва началась. Соперники готовы к битве. Дрим сразу же начнет атаковать градом стрел, атакуя противников. Найтмер же будет прикрывать Дрима. Ибо лезть в рукопашную не вариант. Однако его конечности смогут долгое время сдерживать атаки. Но если, лишь только если, Найтмеру удастся подобраться к противнику, то он сможет схватить их щупальцами. И тогда они станут беспомощными. Также хочу добавить, что их защита в разы превосходит защиту противников. Ибо кисть на это, повторюсь, смогла сдерживать выстрел нескольких санксов. А вот стена Инка была разрушена мечом Кросса. Сомневаюсь, что выстрел свапов, Фелла и Классика уступают мечу Кросса. Но я бы не стал так быстро списывать со щитов чернилку и ошибку. Ибо им есть что ответить. Хотя они и уступают в защите, но в атаке превосходят многократно. Если даже предположить, что стрелы будут превосходить кости, то гастер-бластеры просто поржут перед такой жалкой атакой. И Эрор также может использовать нити, тем самым сделав своей марионеткой того же Дрима. Но Инк, увидев, что их защита сломалась, возьмет кисть и нападет на противника. Ибо в скорости он явно превосходит всех в этом виде. Например, просто связать Дрима. И тогда Эрор и Инк останутся против единственного противника. Вы можете мне напомнить про армию папирусов. Но неизвестно, может ли он в Андерверсе призывать их. Если бы мог, то тогда он бы призвал их во время битвы с Икс-Чарой. Так что по показанным на данный момент я расцениваю битву как 35, на победу Найтмера и Дрима. И 65% на победу Инка Эрора. Но еще не все подтверено. Исход битвы решаете вы. Пишите хэштег братья, если вы за Найтмера и Дрима. А если за Инка Эрора, то пишите хэштег чернильные нити. А также братья могут взять реванш. Если вы захотите, то я не буду против сделать ту же битву. Но уже в классических версиях. Ну а с вами был Дарк Санс. Ставьте лайк, если понравилось. И дизлайк, если не понравилось. До встречи и всем пока.